Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Парень много тратит ресурсов, времени, денег, энергии на своих подруг, а на меня нет. Ходит с ними по концертным клубам, устраивает тусы дома, меня не зовет. Ну смотрите, ситуация здесь и правда неприятная, но нужно выяснить в первую очередь, было ли так всегда. Вот, или же это началось как раз после того, как вы стали вместе быть, вот. Дело в том, что если это началось после того, как вы начали быть вместе, вот, это один момент. А если это началось, если, если так было всегда, если так было всегда, это другой момент, вот. Но я думаю, что, я думаю, что вот начинать нужно в любом случае с анализом. В любом случае, начинать нужно с анализа того, как это, значит, как это происходило. Вот. То есть, понимаете, да, какая штука, если это происходило все время, вот, что это выбор, это ваш выбор, человек, вот, если, если всегда так было. Если же это началось после того, как вы стали быть в отношениях, то я бы сказал, я бы сказал, в таком случае, что вероятнее всего, точнее, вы на это как-то повлияли, вот. Ну, вероятнее, вероятнее всего, вы на это как-то повлияли, вот. А как, 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 именно, вы на это повлияли, это уже вопрос. Тут, то есть, тут нужно, тут, нужно смотреть, вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, то, как вы могли бы на это повлиять, да, это вот ваше, ваше отношение к себе, вот, на мой взгляд. То есть, вот, то, как, то, как, как вы, вот, сами, к себе относитесь, как вы сами, значит, себя воспринимаете, воспринимаете в этом случае. А в таком случае, в таком случае, я думаю, я думаю, что речь идет о том, что мужчина вам просто отражает то, как вы сами относитесь к себе, вот. Вот, я думаю, так, я думаю, такая, пока здесь история, я думаю, что такой здесь момент, вот. Пускай этот момент, да, он вам может быть неприятен, вот. Дальше. Недавно узнала, что за один поход на концерт с друзьями он пропил денег размером с половиной моей зарплаты. На меня он только не потратил за 7 месяцев знакомства. Ну, понятно, что дальше, дальше вы пишете о том, что вы не меркантильная. Я понимаю, в каком ключе и контексте вы об этом говорите, вот. То есть вы об этом говорите в том ключе, что да, я не меркантильная, да, деньги для меня на первом месте, вот. Но, блин, говорите вы, то, что происходит, это уже как-то вот неприятно, я уже как-то на это, на это обращаю внимание. Я, вот, то есть мне как-то вот откровенно это тяжело, допустим. Вот. Мне это неприятно, то, что, ну, то, что происходит. То, что вам неприятно, это нормально, на мой взгляд, речь идет о том, что вы сталкиваетесь с последствиями того, что ставить себя не на первое место. Ну, я так думаю, по крайней мере, исходя из той информации, которую вы предоставили. То есть вы себя ставите не на первое место, вы к себе относитесь как к обслуживающему персоналу, вот. Не обижайтесь, пожалуйста, на эту фразу, если вам она неприятно, это не с целью вас как-то задеть или обидеть. Да, это вот, ну, больше про то, вот, ну, действительно, больше про то, как это выглядит. Вот. К сожалению. Дальше, иногда мы ходим куда-то и он платит, но это все реже-реже, обычно со мной только дома. Здесь вы говорите как будто бы о том, как мне, опять же, кажется, да, как мне, опять же, видится. Здесь вы говорите о том, что единственный способ, как будто бы для молодого человека проявить к вам внимание свое, единственный способ, единственный способ, это за вас заплатить. Вот. Вот как будто бы другого способа нет. Понимаете? То есть вы как-то, получается, выстроили свои отношения с человеком таким образом, что единственный способ для вас, ну, проявить вот внимание к вам с его стороны, это за вас заплатить. Ну, опять же, это может работать, а может не работать. В том смысле, что он может заплатить, может нет, а внимание вам хочется. Вот. В этом смысле. А по-другому никак. Внимание вам, молодой человек, как будто бы проявить не может. Вот. И мне кажется, что вот ваша боль от этого, мне так кажется, связана вот именно с этими вещами. Именно с этими, именно с этими, ну, аспектами, да, именно с тем, что вы вот так выстроили свою коммуникацию, что как-то вот только через деньги, получается, и вам почувствовать себя важной, нужной, значимой, и у него, получается, единственный способ это сделать. Ну, вот. Понимаете, да? И тут, ну, вот, история-то может заключаться как раз именно в том, что человек как раз-таки может быть потому и не платит за вас. Я понимаю, как, я понимаю сейчас, как это звучит, да, но, может быть, человек потому и за вас не платит как раз, что не хочет, не хочет, вот, чтобы вы были такой же, как другие. Вот. Он не хочет, чтобы вы, ну, не хочет как-то уравнивать вас, вот, с другими людьми, вот. Хотя, повторюсь, повторюсь, я понимаю, как это выглядит, я понимаю, что это выглядит так, как будто я его оправдываю, вот, но, можете верить, может, нет, такой цели я не, не преследую от слова совсем, вот. Дальше. Обычно, обычно со мной только дома, но, смотрите, опять же, момент, а где вы выбираете быть? Вот. То есть вы, то есть вы, то есть вы, то есть вы выбираете быть дома, получается, а, может быть, человек с вами, потому что вы дома, вот, и, как будто бы вы сами не решаете, а, где вы будете проводить время и как, как будто бы, как будто бы, как будто бы вы сами этот момент, а, вообще, вообще не регулируете, вот. Я высказал, что мне не нравится, и стал опросить, он заявил, что требую, вот. Ну, опять же, здесь момент такой, что, если вы вначале не требовали, а потом решили начать требовать, да, то, конечно, отношение к этому может быть разное, вот. То есть тут, опять же, на мой взгляд, нужно понимать, что, ну, человек привыкает, человек привыкает, вот, привыкает к определенному, ну, к определенной модели поведения своего партнера, вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, вот, можно, да, конечно, ему претензии предъявлять, можно, можно, конечно, да, говорить, что он, вот, такой плохой, но, если вы, вот, ну, грубо говоря, если вы, грубо говоря, только сейчас, как-то вот, ну, например, спохватились, да, например, вот, только сейчас вы спохватились и начали что-то говорить, да, то это вот выглядит именно, именно, что, как наезд на него, вот. А вы-то уже, там, ну, вы уже, там, терпели, да, вы уже, как-то вот, ну, на взводе, наверное, находите, вот, а для него это действительно может выглядеть, выглядеть, как, ну, как, как претензия, как претензия. Пока. Дальше. Пытался мягко намекать, он, типа, не понимал и сказал, что не сказала прямо. А-а-а, вы не поверили, вы не верите ему в то, что он не понял, да? А-а-а, можно ли как-то это изменить, спрашиваете вы? А-а-а, что именно изменить его отношение к вам? Чтобы он на вас, а-а-а, тратил не меньше, чем на других? Можно. А-а-а, для этого, наверное, нужно, нужно более ценно относиться к себе, а для того, чтобы это сделать, а-а-а, мне кажется, а-а-а, нужно заметить, а-а-а, вот, в первую очередь, да, нужно заметить, а-а-а, то, где вы себя обесцениваете. Вот, вы же себя, вы же себя, ну, совершенно очевидно обесцениваете. Вот. Поэтому, да, можно, можно это сделать, конечно, вот. Но для этого нужно сначала увидеть, где вы себя обесцениваете. А-а-а-а, пока вот эти вот обесценивающие тенденции, а-а-а, ваши собственные, не будут выявлены, я бы сказал, что, ну, дела не будет. А-а-а, дальше, я не меркантильный, но при том, что у меня зарплата, а-а-а, меньше почти в четыре раза, трачу на него больше, подарил ННГ дорогой подарок, и он только после, после этого, а-а-а, через три дня, а-а-а, сделал ответный, дорогой, ответный подарок в пять раз дешевле, чем мой. А-а-а-а, ну, вы говорите, что вы не меркантильные, но в то же время вы, вот, сами себе, как бы, в своей, а-а-а, ну, в своей фразе, да, вот, вы как будто бы противоречите, поэтому я должен, наверное, а-а-а, обратить ваше внимание на это, что вы называете себя не меркантильным, вот, хорошо, вы называете себя не меркантильным, супер, но то, что вы пишете, да, э-э, то, что вы пишете дальше, э-э, к сожалению, очень сильно похоже на меркантильный, вот, и я не думаю, что это прям плохо, очень, что вы меркантильные, может быть, может быть, э-э, в том и момент, что вам можно было бы, э-э, признать, что вы меркантильные, вот, может быть, тогда, если бы вы это признали, э-э, вам было бы легче, вот, ну, то есть, грубо говоря, ну, да, я меркантильная, вот, я такая, вот, и всё, так вы, э-э, просто, э-э, получается, э-э, вы себя обманываете, вот, тем, что, ну, тем, что вы не меркантильны, да, вот, вы себя, получается, ну, пытаетесь обмануть, а в итоге это выливается в то, в то, что, э-э, в то, что вы, ну, просто не удовлетворены, э-э, собой, да, это выливается в то, что вы, э-э, просто недовольны, э-э, ну, вот, э-э, ну, тем, что происходит, и у вас просто накапливается вот это вот самое недовольство, вот. Э-э, я абсолютно не против, вы поймите правильно, я абсолютно не против того, э-э, чтобы вы, например, были меркантильны, э-э, и, э-э, абсолютно не против того, что вы не были, э-э, не были идею, вот, но я думаю, что, э-э, честность, э-э, в первую очередь, важна, э-э, здесь, э-э, вот, э-э, если у вас этой, э-э, вот, э-э, значит, э-э, ну, если у вас э-э, э-э, этой, э-э, честности нет, к э-э, ну, к себе, вот, э-э, понимаете, да, э-э, то отношения выстраивать, э-эм, ну, такие вот э-э, э-э, качественные, да, наверное, не получаются, потому что вы боитесь, вот, э-э, признать, например, э-э, что вам что-то нужно, вы боитесь признать, что вам чего-то хочется, да, вот, э-э, еще очень важный момент, что э-э, вы и, э-ээ, ну, делая что-то, э-э, для, ну, для человека, Например, вы рано или поздно хотите что-то взамен, это очень нормально, понимаете, какая штука. Очень нормально, что вы чего-то хотите взамен, вопрос в том, чтобы это признаться, вопрос в том, чтобы признаться себе, самое в том, что для меня это вот так, а вы пока что этого вот как будто бы не делаете. Понимаете? Вот. То есть, ну я не знаю, боитесь, да, ну боитесь может быть, может быть боитесь значит разрушить свой образ, вот образ себя, ну образ себя я имею в виду, боитесь разрушить. Вот. И так далее. Ну, так или иначе, так или иначе, на мой взгляд это всяко лучше, то есть вот, ну как-то честно, честно, откровенно, да, признаться в том, что вам чего-то хочется. Ну вот, это всяко лучше, чем, ну допустим, делать то, что вы делаете сейчас, вот. Ну, я имею в виду, я имею в виду, ну, сами собой, вот. Вот как, как-то, как-то так, какой-то такой у меня здесь есть ответ, вот, на ваш, ну, на ваш, на ваш текст, да, на ваш вопрос. Дальше. Дальше. Я буду наобучен его жизни, когда он отдыхает от тусовок, а когда он отдыхает от тусовок, я буду как-то удобство из дома, почему, для дома почему так, что мне делать. Вот, а самой брать в руки свою жизнь, вот, самой брать в руки свою жизнь, вот, вот, такая вот история в данном случае, вот. Если не можете, то, вот, опять же, психолог вам в этом поможет. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.